МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Получить традиционное медицинское образование дистанционным методом нельзя. Учат врача и медсестер очно. Должно быть много практики. Но так сложилось. В период пандемии коронавируса эти учебные заведения перешли на дистанционное образование. Как обстоят дела? Об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас в гостях директор Талткурганского медицинского колледжа Серик Максимович Жансеньеров. Здравствуйте. Добрый день. Как обстоят дела у вас с дистанционным обучением? Да, на сегодня, как и вся страна, как и все учебные заведения, мы перешли на дистанционное обучение. В нашем колледже обучается 1148 студентов, которые на данный момент перешли на дистанционное обучение. Да, это было нам тяжело, да, это непривычно, но, тем не менее, время дает о себе знать, и мы вошли в хорошую колею. Сейчас идет полным ходом дистанционное обучение. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Для вас работает телефон 400109, код города 87282. Вы можете позвонить и задать лично вопрос нашему гостю. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp Messenger, по которому тоже можете ответить свои вопросы письменно. Мы здесь озвучим и просим по WhatsApp отправлять свои вопросы только письменно. Вы сказали, более тысячи студентов сейчас находятся на дистанционном обучении. Какую платформу выбрали образовательную? Сейчас, ну, вообще у нас в республике очень много платформ. Конечно, там и Classroom, еще очень много таких хороших. И мы выбрали платформу BLEM, которую нам сейчас уже работаем в течение двух лет. И я думаю, что это программа и платформа такая, она более удобная, более адаптированная к средним профессиональным учебным заведениям, с которым у нас никаких проблем нет на данный момент. Ну, естественно, работаем WhatsApp и другие мессенджеры. Classroom. Да, дополнительно. Конечно, Telegram, ну, где-то у нас еще есть такие места, где не доходит у нас интернет, не доходит скорость интернета. Конечно, мы работаем. Ну, уже перешли, по-моему, практически не осталось, когда последнюю неделю у нас работали с КАСПОЧТО. Но сейчас таких студентов не осталось у нас. Уже есть возможность создана всем. Да, всем возможность создана. Но, однако, у вас же студенты непростые, ваши студенты должны все время проходить практику, они должны знать, поскольку мы же видим на операциях и вообще в больницах, в медицинских учреждениях, основную работу ведут именно ваши студенты. Так они, получается, теперь не могут принимать участие вот на практике? Нет, Гульнас, совершенно иное. Наоборот, если когда мы были на очном отделении, занимались, то есть мы студентов, будем говорить так в кавычках, из-под палки заставляли учиться. Ну, сегодняшние реалити пришли к тому, что у нас дистанционное обучение стало. Студент сам стал искать, искать возможности, где найти дополнительную литературу, подготовиться по ней. И уже тем самым, когда получает задание от преподавателя, тем самым ответить и подготовиться. Конечно, есть практические моменты, да. Ну, тут уже, конечно, есть свои нюансы, но мы уже предлагаем нашим студентам организовать дома врачебную амбулаторию. Это как? Ну, это есть, когда у него есть бабушка, дедушка, братья, сестры. То есть он может послушать на братишке, аускультацию сделать, послушать его, перкуссию может сделать на сестренке. Рассказать своему дедушке, что такое гипертония, как с ней бороться, что такое сердечная недостаточность, бабушке рассказать. То есть провести санитарно-просветительную работу. То есть все моменты мы предусмотрели, чтобы это все, когда в ограниченном пространстве находится, все равно мы находим силы, моменты, познания, чтобы наш студент получил достаточный объем знаний. Ну, это даже, наверное, лучше, что ваши студенты больше внимания будут уделять своим домочадцам, даже хотя бы измерить давление каждый день. Да, конечно, я тоже думаю, что когда ребенок уже испытывает, измерит давление своим всем домочадцам, померит температуру, померит пульс, даст какие-то определенные назначения, даже в правильном питании. Вот сейчас у нас начинается уроза. Даже даст правильное питание, я думаю, что уже пойдет на пользу и ему, и его семье. Есть вот вопросы, давайте я зачитаю, как мы будем сдавать летнюю сессию, которая планируется в онлайн-режиме. Да, сегодня об этом у нас было совещание с нашим департаментом человеческих ресурсов, где мы сессию, наши студенты, мы еще доведем до сведения, будут сдавать дистанционно. То есть, скорее всего, раз карантин у нас будет продлен, примерно что до июня, до конца мая у нас сессия будет в срок, но только на дистанционном обучении. Единственный у нас момент, это проблема, наверное, но я думаю, эту проблему мы тоже снимем, это проблема с выпускными экзаменами. Вот с ними будет, наверное, решено на следующей неделе и уже доведено до сведения наших выпускников. Для выпускного курса это, мне кажется, будет какой-то перерыв в образовании. Так они же должны уже полностью работать где-то в медицинском учреждении уже. Да, они должны. Теперь-то они лишены этого? Да, они пришлось всю практику, мы теоретизировали в связи с карантином. И если обычно каждый год студенты наши выходили на преддипломную практику во все больницы, лечебные учреждения, то в данном случае у нас, кроме единственного факультета, это санитарно-гигиенического факультета, который участвует в работе санитарных постов, в котором мы зачитываем их практики. И две-три группы у нас находятся все же на практике, сидят на обзвоненных, карантинных, в провизорных госпиталях. Это уже тоже? Да, это уже зачитывается за практику. Кроме этого, среди ваших студентов есть волонтеры, которые помогают именно тем больницам вокруг города Алматы, где на сегодня сложилась не такая простая ситуация? Да, работает группа волонтеров с председателем комитета, комитета по делам молодежи, которые работают с неуспевающими нашими студентами, с малоимущими бабушками, дедушками, оказывают посильную материальную такую помощь. Создают условия, пытаются. Вот вопрос телезрителя, как мы будем платить за обучение льготы, по ним будут? Ведь дистанционное обучение, это же не занятие в аудиториях. Да, это, конечно, я понимаю, что оплату пока разговора про оплату вообще не стоит. Я понимаю, что сейчас многие потеряли работу, многие остались как бы за бортом, поэтому разговор об оплате за обучение, которое у меня примерно составляет из 100% студентов, где-то 30% у нас договорных групп составляет, пока разговор про оплату мы не ведем, и этот разговор не поднимается. Но как колледжи все-таки рассчитывают на эти средства? Да, колледжи рассчитывают, почему? Потому что это сидит оплата наших преподавателей, большую часть, и это надо уже на диалог выходить вместе с нашими преподавателями, родителей и преподавателей. Но вы еще не выходили? Пока не выходили. Пока я нахожу все средства, которые я оплачиваю нашим преподавателям в достаточном количестве, согласно бюджетной форме. Для тех, кто работает, например, ведет максимально много занятий и так далее, те, которые заслуживают премиальных, это учитывается? Это да, это обязательно. Это учитывается в конце каждого семестра, в конце каждого года. Это обязательно у нас идет поощрение лучших преподавателей, лучших заведующих кабинетов, лучших завциклов. Конечно, эти моменты у нас все предусмотрены. Сколько вообще у вас работают преподаватели, преподавательский состав, в каком количестве? И вообще они обладают на сегодня нужными техническими способностями? Да, у нас сейчас работает... Знаниями, средствами и так далее. Да, 68 преподавателей, из которых 3 кандидата медицинских наук, 9 магистров, ну, бакалавры, очень большая часть, более 50% составляет преподаватели высшей категории и первой категории. Ну, естественно, время на месте не стоит. Приходят молодые ребята, которые только со студенческой скамьи. Мы их тоже обучаем. На сегодняшний момент, ну, колледж, я как бы не буду тут хвалиться, но колледж в течение последних двух лет является одним из лучших колледжей нашей республики. Он занимает уже в течение трех лет первое место, согласно независимой оценке. Ну, и вот последнее было, по Касыпкору, среди 86 колледжей наш колледж занял третье место. То есть, входит в тройку лидеров по республике Казахстан. Вот по каким критериям оценивается это все? Это, прежде всего, знание наших студентов. Участие в международных конкурсах, участие в областных, в республиканских конкурсах. То есть, берется та многогранная оценка, оценка составляется из 67 параметров, из которых выбирается по бальной системе, соответственно, вот такой у нас результат. То есть, в течение двух лет по независимой оценке мы занимаем первые места. Где я хотел бы сказать, что наши выпускники в Свердловской, участвовали в городе Свердловске, WorldSkills заняли почетные места. Также работает с Ташкентом, с Китайской народной республикой, с Узбекистаном. Поэтому здесь очень многогранная и как студенческая жизнь, так и научные обмены между медицинскими колледжами. Давайте задам вопрос нашего телезрителя. Пишут, я вот проезжаю возле вашего колледжа и вижу высший медицинский колледж. Что это значит? Разъясните, пожалуйста. Хорошо, спасибо за вопрос. Это такой хороший вопрос. То есть, высший медицинский колледж, сейчас мы заслужили этот из 80, будем говорить, трех медицинских колледжей в республике, всего 16 с высшим. Это мы подготавливаем на сегодняшний момент. У нас в этом году был первый выпуск. Первый выпуск это бакалавров сестринского отдела. Это прикладные бакалавры с незаконченным высшим сестринским образованием. Которые на сегодняшнее время успешно работают. Ну, это небольшой был выпуск. В количестве 17 человек, которые работают во всех практически наших лечебных учреждениях нашего города. Которых сразу же после окончания нашего колледжа их поставили заместителями директоров по сестринскому делу. Это почему? Потому что сестринское дело, оно не стоит у нас сейчас на месте. Если когда-то была эта тупиковая специальность, на сегодняшний момент эта профессия развивается. Вот после нашего колледжа наши же студенты поступают на сестринское дело академического. Также есть магистратура. И в этом году уже открыли докторатуру по сестринскому делу. Поэтому во всем мире, будем говорить, если так в кавычках сказано, это хребет медицины, который выполняет от приема до последней реабилитации. Это все лежит на плечах медсестры. И поэтому многие функционалы, врачебный функционал отдан нашим медсестрам. И в будущем это уже будет, ну как всегда у нас идет нехватка врачебных кадров. В районах, в деревнях, в Аулджерде, скорее всего, будут работать наши прикладные бакалавры, которые будут вести, начиная как семейные уже врачи. Поэтому за нашими прикладными бакалаврами это будущее. Скажите, вот чем отличается студент, вот окончивший простой факультет, ну медицинский колледж, от студента, который окончил бакалавр. Бакалаврят закончил. Да, от бакалаврят. То есть здесь именно пишем мы, что медсестра, она расширенной практики. Она может проводить прием врачебный, выписывать лекарства, то есть ставить сестринский диагноз, а не та, которая медсестра, которая закончила у нас после трех лет, которая только выполняет назначение врача. Да. И ее роста практического, как такого, мотивации для роста у нее нету. То есть она не может стать ни старшей медсестрой, ни главной медсестрой. То есть, а если соответствующее образование должно быть, в данном случае у наших медсестров, вот это есть мотивация для роста. Давайте озвучу еще один вопрос. В этом году как будет проходить приемная комиссия, есть ли новые факультеты? И вообще сколько у вас факультетов на сегодня? Да, на сегодня у нас идет подготовка по семи специальностям и девять квалификаций. Это у нас лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, и вот прикладной бакалавриат по сестринскому делу, гигиена, которая сейчас большое внимание, гигиена с эпидемиологией, но большое внимание составляет. Это лабораторная диагностика, фармацевтическая стоматология и так далее. Ну еще, вы знаете, у нас мы проводим инклюзивное образование. Это для массажиста, это для детей с ослабленным зрением. И также с прошлого года, вот мы сейчас готовим, в этом году будет уже первый выпуск. Это будет ортопедов стоматологических с ослабленным слухом, который тоже успешно в этом году заканчивает. Но пока мы набираем по всем этим специальностям, по правилам, пока новых правил не было, наверное, скорее всего, это с конца мая уже на нашем сайте, все студенты практически знают, на нашем сайте будет вывешено правило приема в нашем. Скорее всего, в этом году будет уже прием осуществляться онлайн. Ну, вы уже, наверное, научились работать и уже готовы. Скажите, на какой факультет студентов, ну, больше, ну, желающих больше по этим, по прошлогодним приемным? Да, ну, знаете, у нас как бы национально, наверное, сложилось, что наши студенты в основном идут на медсестринское дело и на лечебное дело. В основной части, наверное, как бы из древней, наверное, не знаю, с моего детства тоже так сложилось, что все наши выпускники идут. Мы начинаем потом просто, или, наверное, может быть, это не наша недоработка, где профориентацию мы мало проводим. А в целом есть вот хорошие факультеты, даже будем говорить вот в этом году, какая востребованность вот гигиена и эпидемиология. Также у нас хорошая востребованность по лабораторной диагностике. Ну, вот эти факультеты, конечно, мы уже на местах объясняем нашим будущим студентам, что вот эти специальности тоже очень хорошие. И вот хорошая специальность для инвалидов по зрению, это массажист, который обучает год и десять. В настоящее время приезжают ребята с Актау, с Павлодар, с Семипалатин, с Казаларды, с Ускаминогорска. Практически со всех уголков нашего Казахстана приезжает у нас, обучается на данную специальность. Ну, надо будет спросить, в любом случае, это такой период сложный сейчас, какие вот защитные мероприятия у вас проводятся, есть ли средства защитные и вообще в этом плане какая работа ведется, может сотрудничаете с кем-то, помогаете кому-то? Да, в настоящее время всех мы, наших преподавателей, как я говорил, всех мы отправили на удаленное обучение, весь преподавательский состав работает посменно, также везде на каждом этаже поставлены санитайзеры, везде все согласно СанПИНА, в карантинном режиме у нас коллектив также работает. Ну, на сегодняшний момент, конечно, мы осуществляем помощь своим пенсионерам, также продуктами питания, оказываем какую-то моральную помощь, обзваниваем их. Ну, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы мы пережили эту ситуацию. Я говорю, это Конфуций, наш древний китайский философ говорил, что до цели можно дойти, но это идти одному, а до результатов мы должны все вместе дойти. И мы все вместе дойдем, и в данном случае нам надо всем оставаться дома, сидеть дома, соблюдать карантинные режимы. Ну, я думаю, что и это тоже у нас пройдет. Надеемся. Скажите, пожалуйста, вот, например, есть колледжи, которые создают свои собственные образовательные платформы? У вас есть такое, кто занимается? Может быть, для медицинских учреждений, может быть, какие-то новые технологии, может быть, какие-нибудь системы изобрести? Да, возможно, такие, Гульнаш, сейчас вопросы задаете. Мы пришли на тот традиционный, что мы платформа Класс.ру. Конечно, есть. Это работают ребята сейчас у нас в Астане, работают свои сейчас. Сириус платформу выставляет. Но они где-то есть недоработаны. Недоработано с чем, да? Это недоработано, может быть, у нас, у каждого медицинского учреждения есть свои какие-то критерии, свои требования. И поэтому надо, чтобы эти платформы были общие для нас, для всех. Ну, я знаю, что в Казахстане очень много толковых ребят, айтишников, которые создают на данном случае вот эти учебные программы. Ну, сейчас очень хорошие учебные программы сделаны по открытым урокам. Вот сейчас наши преподаватели сделали около ста открытых видеоуроков, видеолекций, да, которые можно сейчас в сайте найти и любую литературу взять. В принципе, сейчас вот тоже у нас сайт колледжа есть, который стоит здесь. Даже вплоть мы сделали до колл-центра, до консультации психолога, который может всегда дать качественную консультацию. Скажите, пожалуйста, вот у людей сомнения на сегодня. Вы же вот медик, вы все знаете, например, люди по этому обращаются в основном. Вот и вот поступили-то вопросы тоже такие. Говорят, может быть, нету этого коронавируса? До этого говорили, может быть, это политическая игра? А теперь говорят, может быть, этого нету, поскольку мы выздоровевших по телевизору не показываем. Мы не показываем, как ведется лечение. Действительно, есть ли эти пациенты? Как ваше мнение? Нет, это не может быть никакой игрой. Этот коронавирус, он есть. В данном случае это наши соседи, это китайцы. Мы видим наглядный пример, когда посадили 70 миллионов, город 70 миллионов на карантин и никого не выпускали. Это мы видим ту же Италию, где смертность идет. Ту же наших соседей, это Россия, это около уже более 5000 человек. Ну, может быть, это, наверное, Гульнас, это в вашу сторону, наверное, больше СМИ, что мало освещает выздоровевших. Ну, может быть, эту часть надо было больше показывать для простого населения. Может быть, надо было описывать, действительно, может быть, надо было описать всю структуру легких, как она происходит. Описать весь анализ крови, что повышается, что понижается. И поэтому, наверное, это больше, наверное, к вам этот вопрос, наверное, чем ко мне. Ну, мы бы с удовольствием показывали бы, конечно, но, к сожалению, медики нам не разрешают поговорить вот с пациентами. В таких случаях мы поэтому-то и воздерживаемся. Ну, говорят, есть такая этика. Ну, возможно, да. Может быть, не каждый хочет выглядеть в данном случае таким, что он болезненно где-то заболел коронавирусной инфекцией. Ну, слава богу, что у нас в этом месяце, хороший такой месяц Рамазан получился у нас, да, и что у нас в городе нету больных коронавирусной инфекцией. Вот на этой хорошей ноте давайте завершим сегодняшнюю нашу программу. Дорогие телезрители, мы с вами встретимся в понедельник в 16.00. Оставайтесь дома. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова